Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. 90 лет в Амурской области появилась авиация и авиаторы, потому что именно 13 июля был создан первый авиаотряд. А у нас сегодня в студии находится пилот-инструктор авиационного комплекса «Чирок» Лариса Касьян. Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте! Поздравляю вас с профессиональным праздником в вашем лице, конечно же, всех представителей этой потрясающей романтичной профессии. Это правда мечта просто – полетать где-нибудь, и не просто как пассажир, а вот именно в составе команды. Мне кажется, все мечтают. У вас же сейчас хватает желающих воплотить эту мечту детскую? Спасибо большое, Евгения, за поздравления. Мне очень приятно, что в этот знаменательный день мы с вами можем поговорить об авиации, об этих белых крыльях, с которыми мы, наверное, все счастливы. И у меня есть возможность чуть-чуть рассказать, как живет авиация. Ну вот давайте про жизнь расскажем. Ваша жизнь в авиации началась много лет назад. Да, совершенно верно. Как и у многих людей моего возраста. Раньше был очень активен ДОСАВ по нашей стране. Поэтому именно эти аэроклубы и родили массу мальчишек и девчонок, которые сейчас находятся на крыле, имеют какой-то определенный статус пилотов, которые осуществляют перевозки на больших воздушных судах, либо работают в таких компаниях, как мы, в частных аэроклубах. Ну вот в этом секторе экономики, который тоже непосредственно важен для формирования и профессий, и каких-то навыков, других умений. Не обязательно выходить из аэроклуба, может стать авиатором, может стать инженером или учителем. Действительно, много профессий смежных. А вы сели впервые, как пилот уже, за руль самолета? За штурвал. Да, за штурвал. В 14 лет. Это также была система ДОСАВ, наш Благовещенский аэроклуб. Я пришла туда, записалась, учила много-много теорий, сдавала много-много экзаменов. Чтобы сесть просто, да, оказаться в этом крыле. Конечно, конечно. Потом выполнение трех прыжков, это обязательно, в системе ДОСАВ, да, для летчиков. И потом начались, в принципе, практические занятия. Получила основной опыт, как спортсмен. Ну а далее, как у всех обычно, семья карьера. И далее пошло восстановление уже во взрослом возрасте, уже во взрослом ДОСАВе. А далее законодательство разрешило, дало нам возможность сделать частную площадку, частный аэроклуб, заниматься этой деятельностью уже самим по своему усмотрению на развитие. У нас пилотов-женщин вообще много? Немного, конечно. Вы же сами понимаете, что это такая профессия особой воли, особой выдержки, особых физических возможностей. Поэтому, конечно же, немного, но они есть. Я рада. Я даже иной раз слышу, что в Благовещенск прилетает женщина-пилот, командир. Командир воздушного судна представляется. Приятно. Ну это правда здорово. Но сейчас отрасль, мне кажется, опять какой-то переживает свой новый подъем, потому что мы достаточно долгое время говорили о малой авиации, о том, что ее нужно возрождать. Вот вы-то ее возрождаете уже сколько лет. И вы, и ваши коллеги. Насколько успешно? Ну, всему свое время, как говорится. То есть все шаг за шагом должно быть. Ну, как мы все понимаем, в любой отрасли есть основные задачи. Это всегда места базирования, места обслуживания, кадры, обеспечения и воздушная техника, либо любая техника, но ее состояние. То есть мы сейчас видим в крайнее время, сколько изменений в нашей стране произошло в пользу авиации. Мы видим, сколько выводов сделано было в пользу авиации. Мы видим, сколько сейчас президент говорит об авиации. Сколько финансирования, сколько возможностей открывается для этого. Мне бы хотелось, чтобы и наш регион тоже включился во все эти программы с привлечением действующих, действующих людей туда, вот, в различного рода. Пусть это начнется с какой-нибудь комиссии или, не знаю, координационного совета или еще какой-то рабочей группы. При, конечно же, при регуляторе, регулятор для нас это Министерство транспорта. Я очень благодарна, что в этот год, юбилейный год и столетие гражданской авиации, отечественной гражданской авиации и авиации Мурской области 90-летия мы с Минтрансом очень много взаимодействовали, позитивно очень провели несколько мероприятий. Я надеюсь, что и дальше они будут видеть нас, как экспертов, для продвижения и создания, поддержания взлетно-посадочных полос, поддержания инфраструктуры, подготовки пилотов начального состава, вернее, начального уровня. А также точно подростковое профориентационное воспитание, которое сейчас тоже так же входит в пул задач для нашей отрасли. То есть пилотов надо растить с детства? Конечно. Заражаемся мы с детства, загораемся глазами мы с детства. Когда мы живем под аэродромами или папа там, или мама там в нашей отрасли. Это достаточно интересная сама профессия. Ну а потом в связи, может быть, с трудностями или со здоровьем, ограничением, кто-то переходит в другую сферу. Ну ничего страшного, то есть можно заниматься как хобби, потому что медицинские показания, уровень частного пилота, он достаточно применим для очень широкого спектра, ну и таких небольших заболеваний, которые у людей есть, которые могут себе позволить для получения пилотского. То есть это не космонавты, это не пилоты, которые перевозят пассажиров и обязаны иметь стопроцентное здоровье. То есть тут чуть-чуть полегче. Да. Но на самом деле все равно непросто, насколько я знаю. Ну, нужно подготовиться. То есть как в любой сфере мы должны подготовиться. Я всегда всем говорю, вы готовьтесь к медкомиссии, готовьтесь к экзаменам, готовьтесь к полетам. Тогда будет все хорошо. Ну, про интерес людей сейчас к вот таким полетам, к малой авиации. У меня ощущение, что он действительно возрос. Ну, вы-то сами летаете, каждый день летаете практически, да? Сейчас как-то да. Получается, что практически каждый день летаем. Теплое время, появляются какие-то задачи. И, естественно, по стране, по стране я могу сказать, так же точно и в Амурской области у нас. У нас есть очень много единомышленников, которые готовы, которые хотят освоить это направление, применять его для своего собственного бизнеса. Какого-то там магазина по Дальнему Востоку. Потому что малая авиация позволяет их сокращать. То есть это не просто туристические какие-то нужды, да? Это решение своих собственных задач. То есть либо это досуговая тема, полететь куда-то, попутешествовать, посмотреть. Мы очень часто принимаем на своей площадке путешественников. Они с удовольствием к нам летают, с удовольствием смотрят наш Благовещенск. Через наших туроператоров я очень люблю их за сотрудничество, за профессионализм. Просто широкие. Оксана Сахченко, Роман Шабанов, Валентина Кобзарь. Прекраснейшие люди, исключительно знающие нашу историю области и города. Прекрасно владеющие своим языком. Люди любят наш куст, несмотря что мы находимся в уголке по географии. Но кроме этой отрасли туристической есть еще другая. Есть бизнес, которому тоже нужна малая авиация. Огромный потенциал здесь. Огромный потенциал. Я приведу пример, который мы, наверное, все любим приводить. То есть нам проще воспринимать новые направления по аналогии. Вот по аналогии, если смотреть, как развивалась Аляска. Несмотря на то, что мы сейчас в каких-то отношениях непонятных. Но именно вот этот регион, в котором отсутствовали сеть дорог, сеть железных дорог, где есть вечная мерзлота, где просто труднопроходимые пути дороги, все равно этот регион освоился. Там появился бизнес, там появились дети, там появилось образование, медицина, жилье, жилища, гостиницы, отели. Также точно наш Дальневосточный регион, обладая суровым, но нежным нравом. И огромными территориями, большими расстояниями. Огромные, да. Совершенно верно, где нет дорог. То есть я считаю, что мы, именно Дальневосточный регион, можем освоить именно этим. И по статистике, экономически применимый наш регион и Аляска, либо северной территории Штатов, мы можем сказать, что частная авиация – это огромный пул экономически выгодных доходных вложений и доходов для государства, которые мы могли бы здесь тоже так же иметь. Просто немножко нужно помочь. Борис, ну и напоследок не могу не предоставить вам возможность поздравить коллег. Буквально несколько слов от вас. Уважаемые коллеги авиаторы и просто люди, которые обладают, ну хоть раз, наверное, в небо посмотрели и задумались о полете. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником, с 90-летней годовщиной авиации Амурской области. Я желаю вам всем здоровья, я желаю вам бодрости и духа. Мы всегда будем рады вас видеть. Надежных вам экипажей и хорошей погоды. Спасибо вам огромное за такое теплое поздравление. С праздником вам. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Лариса Касьян, пилот-инструктор авиационного комплекса «Чирок». Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин